Всем огромнейший привет, с вами Снувайс, мы продолжаем прохождение игры, которая называется Райм. Идем, идем узнавать, что же скрывается дальше в глубинах этой башни. И попадем ли мы еще в более позднее или раннее прошлое, когда эта башня была совсем целая, когда еще деревья не проросли сквозь бетон. Или из чего она тут сделана. Такое ощущение, что я возвращаюсь назад, да? В общем, такое большое ощущение, что я возвращаюсь назад, но нет. Нас преследуют тени вот эти. Которые мне нужно, конечно, убегать. Ой-ой-ой-ой-ой. По палецам, походу, да? Попадаться тут нельзя. Иначе мы сами станем этой тенью. Попадаться нам совсем нельзя. А, получили? Малого. Хорошо. Интересно, что-то надо сделать, правда, я пока что не понимаю. А будет как-то так? Да. Давайте возьмем... А, тут есть еще один. Я хотел взять эту сферу магическую со светом дальше. Чтобы можно было этих злобных... Злобных гадов... Прогонять. Да возьмите... Ай! Они из нас вытягивают, смотрите, все. Они из нас вытягивают свет. Я даже не знаю, как тут лучше сыграть-то. Попробуйте его обмануть. Не даст каясь, эту сферу взять. Мне повезло. Очень повезло. Получайте. Вот так. Что это за тени, опять же? С чем это связано? Почему они стали теми тенями? На самом деле, все же было по-другому. Я в этом больше, чем уверен. У нас есть еще один робот. Опять же, робот это что? Это строительный... Кто-то строил эту башню, пирамиду. Ну, не пирамиду, башню. Или это что-то другое? Непонятно. Еще эти респаунятся. Мы оживили робота, да? Или нет? Да нет, не знаю. А нифига. Но мне почему-то кажется, что источник питания робота очень похож на данную магическую, но не магическую сферу энергии, которую мы берем. То есть там те же батарейки. Наверное. Утрированная, если сказать. Совсем утрированная. Скорее всего, работа все-таки разбудить нельзя. Нам нужно идти с помощью этих сфер дальше самим. Каким-то образом. Вот эти черные тени стали более, ну, не то что настойчивым. Они просто появляются и появляются. Они не пытаются даже исчезать как-то, это прятаться от меня. Они явно не хотят того, чтобы я прошел дальше. Уже очевидно. Если вначале они там как-то на улице вели себя более сдержанно, то тут, видимо, глубина к башне. Они сто процентов не хотят, чтобы я что-то изменил. Это так. Не очень понятно, куда конкретно нужно идти. Хотя нет, понятно все-таки. Опять же, мы можем спокойно понять, куда нам нужно идти дальше по таким вот беленьким, беленьким следам на камне. Там понятно, что за камень может зацепиться, ползти и подтягиваться и идти дальше. Ничего себе! Ничего себе! Это уже интересно, конечно. Какое-то невероятно огромное количество развелось. Все ничьи-то от нас хотят. Еще один робот. Я очень сильно хочу взять вот эту вещь. Дико сильно хочу ее взять. Потому что это, возможно, откроет нам еще один кусочек недостающей мозаики. Немножко поймем, что там дальше будет. Но! Но-но-но-но-но-но-но. Что сделать? Ой, слишком близко нельзя подходить. Посмотрите на этого мальчика. Жизненную силу эти вампиры вытягивают просто из нас. Только сфере вот этой энергии устанавливают. энергией жизни в принципе можно даже так сказать. Да ладно! Еще странный момент. Потому что с одной стороны нам нужно как туда попасть, с другой стороны нам то попасть не дают. Причем упорно попасть, то нам не дают. Я не могу найти каких-то вменяемых способов, чтобы нам туда попасть. пробегая тупо вперед, мне кажется, это у нас не получится тоже. Ну да. Слишком много сил мы потеряем. Ладно, возможно, возможно, мы туда еще вернемся. Возможно, мы этот момент еще пройдем по-другому. То есть, в том плане, что возможно, мы туда вернемся. Возможно, мы разбудим еще одного робота и с помощью него разгоним этих вампиров. Которые, возможно, вампирами это стали как раз потому, что они начали употреблять энергию жизни, что ли. Поэтому они превратились в этих тупырей. Это такое предположение, конечно. Возможно, это как раз народ нашего мальчугана из племени. Тот же самый. Возможно, и нет. Пока что это не совсем понятно. Естественно, что понятно, что, скорее всего, это древние жители этого райского уголка. Смотрите, какая красота. Абсолютная красота. Вот тут, вот тут, видимо, это все-таки не природа взяла свою. А тут какой-то сад так и было задумано, потому что мы видим фонтан, мы видим воду, которая везде течет. Мы видим наскальную фреску, которая показывает нам то, что роботы шли в эту башню. Роботы шли в эту башню. И зовет нас лисенок. Роботы. Возможно, нам хотят показать, как мы можем роботов использовать. Роботы это явно не жители. Это созданные машины, которые, рабочие машины, которые помогали, видимо, в строительстве. В чем-то еще. А вот эти темные вампиры, которые стали вампирами, это уже что-то из этого. Что он от меня хочет? хоть, ворота эти как-то пройти. А как эти ворота пройдут? Теоретически я туда пролезть смогу, конечно. Чисто теоретически. Мне хватит, не знаю. Да, могу пролезть, действительно. Почему бы и нет? вообще, в этой игре очень много всего интересного в плане того, что нужно думать, думать и думать в плане сюжета. Можно не думать в плане сюжета вполне. Можно просто играть, как в такую достаточно, с одной стороны, легкую, логическую, легкую, логическую игру и с элементами платформера и так далее. Когда все сочетается, мне кажется, это максимально раскрывает потенциал этой игры в принципе. просто дверь таким образом открывается. А нет, нас переносит, смотрите, нас принесли на верхний уровень. А вверху, вверху, это небольшой ключ или случайно? Для башни, для верха башни, там вот стоят. это не ключ. Простите, не ключ, далеко не ключ. Это опять система с тенями. Я понимаю. Система с тенями. Ты можешь крикнуть? Хотя тебе нужно подойти прям вплотную, чтобы ты крикнул, да? Система с тенями, с тенями, с образами теней. Теперь же луна, солнце и так далее. Если мы прикрикнем отсюда, скорее всего откроется опять эта дверь. Правильно здесь? Или неправильно? Да. Луна открылась. мы получаем ключ действительно смотреть, только ключ маленький. Пока не верит, пока что он маленький. Но сто процентов, что этот ключ куда-то подойдет. Поможет нам этот ключик открыть что-нибудь еще. так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы что-нибудь и откроем. Не смогу туда допрыгнуть прям. Я прям чувствую, слишком далеко туда мне прыгать. Дико, дико далеко, я бы сказал. этому, наверное, нужно открыть тут. Отправиться в путешествие вниз. Путешествие вниз. Посмотрите, что-то еще у нас интересного есть. Есть какое-то помещение, которое перегорожено опять колючками. Такое ощущение, что там нужен нам был. Ёшкин кот. А успею я сюда взвоткнуть этот ключ? Теперь я. Ну, что произойдет? Я думаю, что оживет дерево, да? Рассветет или нет? Ну, что, просто вымыли их сюда? Мы убрали барьер. Все лишь на все. Интересно. пока не понимаю, для чего мы это сделали. А-а-а-а, теперь я понимаю. Действительно, чтобы оживить дерево и вместе с оживлением дерева уничтожить этих вампиров или превратить их во что-то более светлое, да? Ведь наша задача не уничтожить их, возможно, а как раз самое возможное главную наша задача превратить их во что-то другое. задача, это очень сложная. Я бы сказал, дико сложная. А ключ убирал перегородку, которая как раз в воде не давала литься. Изначально мы, когда заходили сюда, помните, дерево было такое? Плетенол дерево в здание. Поэтому, на самом деле, возможно, понятно, что эта башня разрушена, ее разрешения видны, но, возможно, возможно, что все остальные деревья и все остальное, что тут есть, это часть, часть этой инфраструктуры, которая была заложена с самого начала. То есть, так и должно было быть. Это не природа взяла свое, да? Какой-то там, какой-то там, не знаю, десяток лет, сотню лет. Наверное, все-таки, больше десятка лет явно прошло. Вот. А это именно часто было и заложено. Потому что все эти украшения, все эти акведуки, еще что-то, все эти фонтаны и так далее с водой связанные. Думаю, что это было сделано специально. так. Нужно подойти, взять источник энергии, оживить дерево. Как мне показывают, мне кажется, это не показывается. Этого источника энергии тут не вижу, что это дерево оживилось. возможно, я сделал то, что можно было тут сделать, по крайней мере, пока что. Нужно думать, что можно сделать еще. Сжигаем огни. Не знаю, зачем, но мы их зажигаем. Ну, с одной стороны, да, с другой видно, да, то, что вот трещины, там, корни. Сочетание несочетаемого какого-то. С одной стороны, это очень гармонично настолько вписано, что кажется, что это сделано специально. С другой стороны, все-таки понимаешь, что башня-то, ну, повалена она. Очевидно, повалена. Разрушена, полуразрушена. Что-то имеет в виду повалено, что-то разрушено. Те же, те же покосившиеся ворота. Ну, это понятно, это опять же, это понятно. Мне очень интересно, смогут ли, вернее, будет ли у нас такая возможность отправиться еще глубже в прошлое, чтобы узнать, какая же, какая же башня, какой город был до, до всего этого. Это, конечно, было бы очень интересно. Дико интересно. Невероятно дико интересно. Сейчас, к сожалению, вот тут наверху я кричать не могу, там, где я хотел бы крикнуть. я бы хотел вот там, вы понимаете, где, да, вполне. Может быть, я смогу туда перепрыгнуть отсюда как-нибудь, А, нет, не смогу. Иначе бы, там была бы беленькая кайма у камушка, чтобы я мог туда прыгнуть, мне кажется. накрикнув тут и переместив сюда эту штуку, как бы. А, откроется, откроется, погодите, я думал, что эта штука не откроется, потому что тень не получится, но нет. Открылась, да еще как открылась, смотрите, дверка-то открылась. Только пройти я дальше не могу. Вот чем беда, все завалено. Или могу? Все мысли, честно говоря, только лишь об одном сейчас. Что же все-таки тут случилось? Что именно тут случилось, да? Какой же все-таки, какая же история нам предстоит впереди? Сможем ли мы узнать, будет ли рассказано хоть что-то еще конкретное, что приливает свет на случившееся тут? Большинство как бы можно предположить, то и говорится, что предположить. Наверное, беда, что лишь предположить можно что-то а не точно знать. Если бы могли точно что-то знать, хотя бы еще небольшие, знаете, фрагменты какой-то истории, не полностью, какие-то маленькие фрагментики. вот то может быть, может быть, может быть, было бы все лучше. Давайте попробуем спуститься вниз. Очень своеобразным способом, конечно. И способом, который я люблю, вот такие вот. Интересный способ, согласитесь. подумал, что открылась эта дверь, но нифига она не открылась, конечно. Опять загадка, на которой я немножко зацепился, видимо. Потому что загадки, в принципе, тут несложные, да. Сейчас загадки, где мы хоть какое-то время тратили, на самом деле, не были сложными. Тут больше именно вот моя невнимательность, не мое нежелание гибко думать, что ли, подстраиваясь под что-то. Потому что игра завораживает с одной стороны, да, можно сказать, что игра завораживает. Это так и есть. И красоту и в принципе и история с сюжетом. Вот не могу издалек крикнуть, видите, беда. Не просто так открывается эта штука, ну, не может она просто так открываться. Быть такого в этой игре не может. Крикнуть я тут не могу, вот в чем беда. Забраться по этой колонне тоже я не могу. Не хочет он цепляться, но тут нет белый, беленьких этих бедов, по которым можно было туда попасть. можем увидеть, что там находится внутри, хотя бы как-нибудь нет, не можем. Если бы были какие-нибудь уступы небольшие, обозначенные опять же белым, хотя бы можно было понять, что можно туда попасть. Не далечо, это было очевидно, это было очевидно, не далечо. И то, что я начиная с этого места, говорит нам только об одном, тут что-то есть, что я не замечаю, я не хочу замечать с первой попытки. Мы можем все-таки протиснуться какой-нибудь проход, не знаю, вот этот. А нет, сложно все это проделать было бы. еще выше, выше бы. Это было бы круто, конечно. что-то сожжение, честь разрушит. Как-то открылось. Да, это уже не открывалось, нифига. Но по очереди, что-ли, открывается. Я же говорил, что я зациклился опять на чем-то одном. Достаточно легкий, легкий момент не смог понять. Бывает, как всегда. нравится вам? нравится. Было светло достаточно уничтожить тени. И мы оживляем, оживляем, это уже разрушенное дерево, которое, казалось бы, никогда не сможет оживиться, а жить. И в дереве появляется какая-то, какой-то медальон, что-то очень похоже на медальон, который нам нужно сейчас забрать будет. Опять же, спустимся вниз нашим оригинальным способом. Токатушки! Полетели вниз. Ну так, просто немножко быстрее. Да и интереснее. по крайней мере, мне. А вот рисунок наскальный, рисунок, что мы в дереве будем что-то забирать из дерева или что-то вставлять в само дерево. мая弱ла, себе. это же шар управления роботом, если не ошибаюсь. Значит, дерево это тоже что-то механическое. и вот то есть все эти башни все эти строения это как и роботы это что-то механическое но меняющая форму возможно умеющие менять форму до под воздействием чего-либо и но это круто это очень круто безусловно пока эту штуку некуда стоять то есть вот все это строение это с большой механизм причем трансформатор трансформер до чем созданный из кого тогда получается не жидкого металла вы думаю я думаю понимаете что еще тут такого непонятного не могу это сделать одновременно ведь беда хочется и туда попасть и там забрать и тут забрать хотя я могу куда-нибудь выйти в другое место например поставить его суда это нельзя понятно что самая самая первая дата что самого начала ты как бы думаешь куда можно поставить любую сферообразную любую сферу то есть с энергией такую вот механическую штуку которая больше помогает нам конечно наверно попрыгать не можем да больше нам помогает заряжать какие-то предметы или еще что-то я что прежде всего наверное вы любой человек будет выставить туда куда самая логично это на пьедестал какой-то полуке вещей это самая 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 правильная и логичная из всего что может быть нет на возвращаться назад и а может быть нам нужно перезарядить эту сферу было то есть перезарядить ее для того чтобы не уничтожить дерево до конца а наоборот его оживить все-таки как вариант не думаете на об этом сюда и некуда класть все некуда класть как бы мы там не хотели сюда положить ее там некуда больше класть там только ключ все с этой сферы сюда идти было глупо но это логично такой сердечник управления то есть механическая механически электронно сердце мозг все вместе показывается что я должен то ли положить то ли забрать вот не стоит положить назад и совсем очевидно да что дерево имеет механическую сердцевину виде большой сферы большой же опять же сферы то есть сферы сферы одни тут точно такая же сфера была виден у головой робота ала ноги или лапы по-разному можно назвать были как раз из похожего материала что все сделано башни и так далее там подобное все это вот из этого материала все из этого интересного материала похожего на известняк похожего на бетон но это не бетон и известняк тоже очевидно давно было очевидно только сейчас и уже вдруг все это живое все это работает или работала потому сейчас нами все-таки не работает прежде всего на таких механических источников питания таких механических источников питания загадка думаю логично на то есть берешь и проходишь дальше то что возвращался с ней назад было просто перестраховка и более тщательным исследованием тех мест куда мы могли еще и в принципе положить а в этой сфере на она заключена концентрированная вот это сгустки жизненные сгустки энергии которые нам помогали проходить дальше и которые отгоняли этих вампиров милых я думаю нам эту штуку нужно донести куда-то и вставить какой-то это живая механизм или организм он же робот да нет не знаю кричать наш мальчуган не хочет тут что обидно покричали бы покричали бы как сильно то покричали что не предлагают сферу тут где-нибудь поставить положить типа а самому побегать попрыгать да нет конечно вот он пьедестал для этой сферы нужно просто положить это будет лифт после чего нам нужно будет у опять кубики опять кубики а нет давай 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 нажми ты кнопочку в соединить эту сферу вот с того видите спроецировать ее на ту нет очень очень красиво и очень грамотно именно искусственно сделано в плане вот плане механизмов игра потому что все конечно можно объяснить в фантастическом мире так далее и тому подобное но как изначально вот к всему ко всем загадкам приход подходил и люди да то есть разработчики такая все осталось абсолютно также есть меня разобьемся да муж нужно в центр поставить а нет центра поставить не могу хитрый такая это хитро ванчик еще и крикнуть не могу даже а ладно хорошо не могу поставить центр но могу поставить куда-нибудь туда уже протиснемся тут протиснемся любой муж протиснемся тут недалеко к сожалению они нормально все хорошо офигеть кто это еще какая-то сфера жизни которая входит в резонанс нашим голосом и и нам только что показали как вселяется эта сфера жизни в оболочку и оживает эратор робот теперь эта сфера которая уже ожила ее можно наверное используется в каких-то целях более интересных раньше я понимаю отлично и куда ты погоди постой а в представляете сколько внутри значит это ты башни и всего этого комплекса вот таких вот сверх до сфер которые или в виде живой энергии жизненной поэтому наверно друзья не столько с водой высота конечно подождите солнце затмение что затмение еще происходит я думаю что это не просто так я думаю что это не просто так нифига это что-то да значит и солнечное затмение которое почти произошло тоже что-то значит должны оживить робота да я правильно же понимаю мы только что проходим этап изготовки робота как он изначально был изготовлен вернее как как видимо древние люди этого племени до этого народа до того как они ушли отсюда делали себе работников смотрите с помощью каких-то специальных магнитов эту жизнь сферу жизни в механической оболочки снаряжали на на ноги пусть ноги робота так это по-другому назвать-то по-другому то никак не назовешь возможно нужно еще разок рык надо или нет и нужно найти какой-то механизм который отвечает за а вот вот она же вот эта сфера только в меньшей концентрации возможно не совсем чистая потому что цвет другой вот похоже на плазму частичках клеточка жизни мы видим нет не так вот с одной стороны да то есть птица была не механическая казалось бы возможно это тоже механическая птица которая просто сбунтовалась создали птицу как охранника этой территории нас бунтовалась стала стала убийцей уничтожила весь народ который не успел спастись разрушила башни и так далее воспользовалась тем чтобы башни управления погоды были выключены это неправильно потому что если вы птицу создавали бы сами то тогда бы башни правильную погоду для того чтобы отогнать эту птицу защититься не стали выделать поэтому это какая-то это противостояние видимо механического и не механического если брать птицу как что-то не механическое да чем она наверное является и весь этот комплекс который чисто механический нам чистейший механический комплекс может быть действительно была борьба может быть птицы не такую зло однознано то что ты снят совсем однозначное зло как бы с самого начала об этом в этом предполагал возможно я себя конечно передумали сейчас абсолютно ну это достаточно интересно об этом всем подумать сейчас мы просто не знаю вставляем поставляем и делаем робота того робота который моему предположению в принципе строил все это из вот видите с помощью сферы жизни механической оболочки камни оживают потому что вниз ноги и так далее у него каменная это очень интересно почему произошло тут это то что произошло почему стало все заброшено почему люди отсюда ушли или кто отсюда ушел потому что не факт что люди отсюда ушли пасил племя поклонялась этим башням аккуратнее аккуратнее это раздавишь весь хороший песик я даже знаю как его приманить мне кажется мы обучаем его не просто какой-то механизм это еще и обучаемый механизм я думаю что я знаю как его приманить потому что на той картинке которая нарисована стене до виде фрески или какой-то наскального рисунка оказывается то что нужно сделать или нет пойдем за мной нет да 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 я так и думал нам нужно кое-что сделать вначале нужно открыть эту перегородку каким-то образом таким открывается нет секундочку я вижу 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 ты создан из этой сферы вернее в тебе более чистая энергия ты хочешь еще такую энергию это вижу 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 назад отсюда попасть и попасть туда открыть этот проход да 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 проблема я не могу с этой сферой прыгать достаточно тяжелая то есть если заманивает а куда заманивает и очень проблем путем наверх нужно заманить я так не получится ведь сфера теряется их с металлическая с механической сферы вернее как у вас сферы которая в оболочке я мог так сделать мог так поступить кричать держа в руках с этой же сферы так поступать не могу немножко досадно немножко досадно иди сюда давайте назовем его бобик и шарик давай иди сюда должен встать ну как тебе нормально это за мной пойдешь или нет нет не хочет не хочет бобик на шарик идти за мной честим поделать не могу похоже тел ладно если не хочешь идти в эту сторону может мы сможем открыть в ту дверь как она открывается то дверь который за спиной моей сейчас это куда мы кубик тягаем out а другая опять же зависимости видите от резонанса платформы на которой это все сделано но условно заем это золотом на на скальные рисунки которые показывают как этот робот ходит опять же видите рисунок то что человек его сделал так если опять же срезонирует это золотая пластина я не откроется на видно не очень я понимаю к сожалению что мне нужно потому что эта штучка закрыта это сама была бы открыта а чтобы не задало там любом случае пропасть что она закрыта что она открыта там толку то никакого нет может это подсадить смог а куда-нибудь туда не это резонанс идет на не совсем понятно опять скорее всего зациклился на чем-то своем часто и бывает они как бы вообще не туда не тогда хочется понять как открытие ворота на самом деле то есть явно тут этот робот он как второй кубик должен что-ли быть я не знаю должен открывать проход вот сюда ты поднялся сферы наверх да но как я могу сферы подняться наверх из как только кидаю она падает или она не падает вот чем вопрос могу поднять и туже положить назад ты будь теоретически могу 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 вот совсем другое дело вот теперь совсем другое дело я со сферы с этой смог подняться наверх все теоретически могу робота позвать наверх каким-то образом если он ее видит нет наверх он не пойдет ну ладно бывает но с другой стороны если я заюзаю где-нибудь вот тут а смысл что я там заюзаю ее нужно робота заманить сюда вот наверх он то не зайдет тупо слишком большой слишком большой слишком большой сюда зайти просто так так если сделать по-другому более по умному уже может наклоняться в конце концов тогда я думаю что может наклоняться вполне давайте сделаем немножко по-другому оставим немножко свои мысли там о природе и механике этого мира немного попусли об этом будем думать попробуем мы с этим роботом подняться все-таки наверх то есть вот она сфера и попробую заманить его сюда с собой может ли он сюда зайти или нет же ее видишь смотри ну давай 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 это не может зайти вообще никак все так сложно все так неоднозначно непонятно с одной стороны с другой стороны опять же хочется думать совсем о другом все-таки нужно чтобы робот стоял где-то тут вы все было активировано понимаете вот идет резонанс идет резонанс естественно с твоей огромной частицы жизни которые у него в голове механической в этой оболочке выходит за мной просто по пятам за этой штукой сюда он зайти не может потому что не между не может пригнуться что-ли не понимаю да он хватает леколепный телепорт да действительно работает таким образом на самом деле я знаю что нужно сделать и сфера тут вообще не покажет ни при чем я жгу я мало зациклился на всем этом нужно кубик поднять наверх а не робота всего лишь на все кубик сюда пройдет а робот сюда не пройдет и мы откроем проход дальше тоже тоже не сложная загадка абсолютно но которая к сожалению видите как дает о себе знать то есть нужно положить сюда эту сферу и просто зайти сюда с кубиком после чего крикнуть рявкнуть просто а и благо у этого кубика есть поверхность золотая условно которая опять же резонирует как то входит в резонансы специальной плитой на полу которая нам и откроет проход дальше наконец-таки тупо из додумался и робот пошел туда сам серьезно ты пошел туда сам это очень интересно но почему пошел робот туда сам и как мы будем дальше управлять вы узнаете в следующей серии а пока что всем огромнейшее спасибо кто смотрел с вами была айс и всем пока 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 не забывайте пока